Всем привет, я Влад и это магазин Попади в десятку. Сегодня у нас на обзоре PCP винтовка Альфа Деберман в калибре 6,35 мм и длиной ствола 350 мм. Выполнена она, да, все верно, в компоновке Bullpup, что сделано, конечно же, для того, чтобы сократить общую длину винтовки и она стала менее габаритной. Давайте начнем с комплекта. Вот такой вот есть у нас паспорт, он же инструкция. Здесь описано все крайне подробно касательно данной винтовки, вот с таким вот логотипом производителя. Помимо этого в комплекте идут, конечно же, два заправочных штуцера, набор уплотнителей и ключ для снятия манометра. Что ж, давайте посмотрим на нее поближе. Погнали! Интернет-магазин Попади в десятку. Это модель российского производства от компании Деберман, которая относится к типу PCP пневматики, где выстрел производится благодаря сжатому воздуху, который находится под давлением в специальном резервуаре-ресивере. Для отслеживания оставшегося давления внутри ресивера на передней части изделия установлен манометр. Вместе с винтовкой поставляется семизарядный барабанный магазин. Стреляет же винтовка валанчиковыми пулями калибром 6,35 мм. Для произведения выстрела винтовку, конечно же, нужно взвести. Для этого потребуется воспользоваться затвором, который находится на правой стороне корпуса. Делается это максимально легко и плавно. Ну и да, теперь винтовка может стрелять. Делать так нужно будет постоянно, по той причине, что стреляет винтовка исключительно в одиночном режиме. Модератор, он же глушитель, у винтовки встроенный. Для прицельной стрельбы винтовка оснащена планкой Viver 22 мм, куда вы с легкостью сможете установить дополнительное оптическое оборудование, как вот, например, сделал это я. Но да, все верно, оптика в комплекте не идет, ее нужно докупать отдельно. Но это не проблема, потому что у нас в магазине огромный выбор оптики. Заходите. На этом планке не заканчиваются. Не заканчиваются. Под стволом также имеется планка, куда вы сможете установить сошки, тактическую рукоять, фонарик или же лазерный целеуказатель. Тыльник у винтовки рельефный, для лучшего сцепления с поверхностью плеча. Длина изделия 600 мм, из которых 350 мм, это длина ствола. Калибр 6,35 мм, объем ресивера 278 кубических сантиметров, вес винтовки 2 килограмма и 500 грамм. После возвращения винтовки к заводским настройкам, заявленная скорость вылета пули из ствола достигает 280 метров в секунду. Но на территории России винтовки, да, все верно, поставляются ослабленными с разрешенной мощностью до 3 джоулей. Говоря проще, для покупки вот этой вот самой винтовки не нужны никакие дополнительные всякие там лицензии, документы, разрешения и все тому подобное. Просто приходите и покупайте, но, конечно, да, вам обязательно должно быть 18 лет. И раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий и оформить заказ в один клик. Быстрая и удобная доставка по всей России. Обзор на эту замечательную винтовку подходит к концу. Друзья, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как вам винтовка. Или же, может быть, задавайте свои вопросы, если они вдруг возникли. Ну, или же поправьте меня все там же в комментариях, если вдруг я что-то сказал не так. Я же вынужден с вами попрощаться. Всем спасибо, пока и до новых обзоров.